Всем большой привет! С вами снова Александр. И сегодня я вам расскажу, наверное, об одной из самых титулованных колясок, европейских колясок, титулованных, скажем так, в Европе. Это колясочка от компании Britax. Модель называется Go Big. Это ее, скажем так, уже вторая версия. Предыдущая у нас тоже когда-то была. Но сейчас мы говорим о этой колясочке. Это новиночка, она достаточно интересная. И сегодня я вам буду рассказывать о ней как человек, у которого она есть в использовании. Поэтому немножечко со знанием дела буду вам говорить. И в описании будет ссылочка на мой инстаграм. Пройдите туда, там будут выходить маленькие короткие ролики с опытом эксплуатации этой колясочки. Я сначала думал делать отдельный обзор на YouTube-канале, но не вижу смысла. Инстаграм. Переходите туда, подписывайтесь и будете там конкретно наблюдать конкретные ситуации жизненные в эксплуатации этой коляски. Как в лифт заходим, там еще что-то. Где она, как себя ведет. Поэтому там вы это сможете отследить. Вот. Ну и хочу сразу сказать, я о ней буду рассказывать как человек, которому она очень нравится. Поэтому немножечко хвалебная речь будет об этой коляске. Вот. Ну, собственно, давайте приступим. Изучим ее с вами как комплектации два в одном. Сначала люлечку, потом прогулочку. Вот. Вот. А потом, соответственно, сама рама. Что я могу сказать про люльку, по ее размеру. Некоторые люди приходят в магазин первая коляска и говорят, ой, им что-то маловато. Ну, мне кажется, это, знаете, завышенные требования к размеру люльки. Не нужно вот такие корыта ребенку, чтобы он там потерялся. Это идеальный размер. Спокойно у нас помещается туда ребенок. Одеяльце какое-нибудь прикрываем. Плюс флисовый конверт. Отлично. Прекрасно. Места отлично, короче, хватает. В общем, с местом проблем нет. Вот. Поэтому по размеру вопрос закрыт. Достаточно. Более чем достаточно. Если, например, летом будете эксплуатировать, здесь есть вот такое вот окошко, открываемое с москитной сеткой. Так открыли и проветриваем. Сейчас немножко не актуально в это время года. Но в целом вещь полезная. Дополнительно есть вот такой козырек, который закрывает ребенка еще сильнее. Здесь в козырьке есть магнитик, который вот так раз и фиксируется. Реально очень-очень удобно. Потому что, когда магнитика нет, это все как-то там просто запихивается и непонятно как держится. С магнитиком все просто. В общем, я к тому, что до мелочей продуманная эта коляска, она сделана прям для людей. Придраться вообще сложно. Вот. Поэтому изучаем дальше. Дальше. Если мы хотим закрыть ребеночка посильнее, мы можем также использовать дополнительно вот эту перегородочку. Вот так закрывается она. Здесь вот на резинках крепится. И опускаем козырек. Ну, в общем, я к тому, что там остается вот такая маленькая щель, если уж вы хотите прям закрыть ребенка на улице зимой. Это возможно сделать. Дальше. Чтобы у нас был удобный доступ к ребенку, не снимая накидочки. Вот так вот расстегиваем. И у нас как фарточек вот так вот открывается. По-моему, очень годное решение. Все. Вот вам доступ к ребенку обеспечен. Для переноски люльки у нас здесь нет отдельной какой-то ручки. Нам нужно по бокам вытащить вот такие вот ручки. И, соответственно, за них мы переносим. На мой взгляд, вообще отличное решение. Очень удобно. Ну, по крайней мере, нам удобно. Может, кому-то покажется решение с этими ручками неудобным. Но мое мнение не последнее в инстанции. Поэтому на него чисто опираться не стоит. Я вам говорю, как человек, который пользуется. Вот. Мне заходит. Мне нравится. Вот. Соответственно, накидочка. Это снимается. И хочу заметить. Здесь все на магнитах. Все с магнитиками. Никаких липучек, замочков, которые крепят вот эту накидочку. Здесь нет. Мы просто поставим, и она как будто встала куда-то там на свое место. Все. Идеально. Почему все производители так не делают, я не знаю. Соответственно, у нас здесь не нужно по бокам ничего нажимать, чтобы регулировать. Козырек. Просто толкаем его вниз. Он не полностью бесшумный. Какой-то звук издает. Но звук не звонкий, не громкий. Поэтому ребенок на улице навряд ли от него будет просыпаться. Так. Матрасик у нас здесь. Вот он какой. Что касается ткани, тут реально офигенная ткань. Мягкая такая, немножко бархатистая. В общем, тактильно коляска дарит приятные ощущения. Все. Еще что мне нравится, здесь у ножек ребенка есть вот такие вот два кармашка, в которых у нас всегда соска, салфетки и телефон. Вот прям обязательно все там это лежит. Так. Что касается, как ее снять. Вот здесь по бокам кнопки. Все. Сняли. И, соответственно, перехватываем за ручки. Так. Теперь давайте посмотрим с вами прогулочный блок. Чтобы его установить, нужно снять вот такую площадку, которая идет в комплекте. Она нужна для того, чтобы установить на нее можно было люльку. Прогулочный блок ставится без нее. Убрали. Прогулочный блок. Прогулочный блок, он реверсивный. И по ходу движения, и против хода движения устанавливается. Соответственно, он длинный. Места в нем более чем достаточно. Здесь, забыл, сколько градусов. 175 градусов. Практически ровная поверхность. И ребенок будет нормально там спать. Что касается, как закрывается ребенок. Смотрите. Он находится глубоко. И, по сути, он вот по... Вот это место приблизительно находится в таком вот закрытом месте. И нигде, ниоткуда ему не дует. В этом плане отлично сделали. Ну, опять же, для лета есть возможность открыть. С москитной сеточкой. Вот. Соответственно, более чем. Козырек тут очень большой. И здесь тоже этот магнитик. Видите? Прям круто. Так. Что касается самого сидения. Секундочку. Что касается самого сидения. Ох, что-то тут документация мешает. Вот сидение. Оно жесткое. Это не натянутый гамачок. В этом плане отлично. Кому-то может показаться, что сидение немножечко завалено. Да, бывают коляски. Тот же Britax Smile 2. Чуть больше вертикальная посадка. Но это неплохо, что здесь немножко завалено. Позвоночник ребенка должен отдыхать. Не напрягаться. Поэтому и производитель делает спинку немножко заваленную. Но и то здесь не сильно. Абсолютно нормально. Что касается безопасности. Пятиточные ремни с мягкими накладочками на плечевой зоне. На паховой зоне накладочки нет. Вот тут такой вот маленький недочет у них присутствует. Но зато есть вот такая перемычка, которую можно убрать. Бампер у нас здесь. Не на те кнопки нажимал. Опускается. И соответственно, чтобы посадить ребенка, мы его откинули. И потом обратно поднимаем. Подножка здесь самая практичная. Она полностью здесь из пластика, металла и с отверстиями. Есть даже три сливные отверстия. Зимой, когда в грязных ботиночках ребеночек будет там находиться, вода стекает и есть ей куда стекать. Этой самой в воде. Поэтому там не будет накапливаться вода. Ее нужно будет потом оттуда вычерпивать как-то. Вот. Поэтому здесь все окей. Блок, повторюсь, и по ходу движения, и против хода можно ставить. Так. Давайте теперь посмотрим, как эта конструкция у нас складывается. А потом перейдем к раме. Коляска складывается с блоком и по ходу, и против хода. Поэтому в этом плане отлично. Не нужно будет думать. Не нужно переставлять блок. Вот, соответственно, прекрасно. Чтобы зафиксировать, здесь вот есть кнопочка lock. Все, зафиксировали. Мы можем ее катить. И преимущество вот такой конфигурации в том, что когда вы ее складываете, сама коляска, багажник, ничего не касается грязных колес. Немножечко более громоздкая получается конструкция. Но выбирая такую коляску, вы должны это сразу понимать, что она будет немножечко больше. Но это практичнее и удобнее, как мне кажется. Это лично мое мнение. Вот. Поэтому вот эта конструкция мне лично нравится. Соответственно, чтобы поднять, подняли и в путь. Что касается ручки. Кто-то ее как-то, где-то я слышал, назвал кочергой. Ну, фантазии у людей разные. Кто как хочет, так пускай и называет. Но эта конструкция ручки, может быть, визуально кому-то покажется какой-то необычной, самобытной. Но это очень удобная ручка. У вас есть вариант хвата. И такой, кто гуляет много с тростью, наверняка поймет, о чем я говорю. Вот этот хват, он достаточно удобный. Кому не нравится, пожалуйста, берите классическим образом. Диапазон регулировки здесь какой-то вообще нереальный. Можно даже вниз опустить. Но то, что она вот так опускается вниз, это на самом деле очень круто. Потому что вот у меня старшей дочке 5 лет. Пожалуйста, мы ее опустили, она взяла и покатила. И ей в удовольствие для нее что-то новое, интересное. Там брата своего катает. Вот. Плюс и нам немножечко отдых. Родителям, я имею в виду. Соответственно, вот такая вот ручка, на мой взгляд, очень продуманное и грамотное решение. Плюс ко всему коляска, она настолько легко рулится, что можно идти спокойно одной рукой. Вот так вот катите. И, в общем, моторчика в ней только нет. Едет она шикарно. Ходовая сделана очень хорошо, подшипники. Все вообще великолепно. Поэтому она просто плывет. Но плывет еще и благодаря не только вот этим подшипникам, колесам резиновым, которые, кстати, не надувные. Они у нас, получается, просто резина. Я аж перепроверил. Вроде не надувные были, да. Не вникал. Ну, не вникал, потому что обычно надувные колеса, они прям плывут, едут. А здесь даже этого не надо, потому что у нее, смотрите, какая амортизация. Это коляска европейская. Американские, европейские коляски, они обычно немножечко жестче. Даже не немножечко, не ощутимо жестче тех же польских колясок, у которых пружинки, амортизация, надувные колеса, все напихают, что она там вся вот такая плавающая. Здесь практически вам польская мягкость и плавность хода в европейской коляске. Поэтому круто. В общем, плавность хода здесь отличная. Ребенка не колбасит, ничего. Передние колеса, видите, я поднимаю. Коляска буквально на 3 сантиметра, а колеса передние остаются еще внизу. Очень удобно, когда мы едем, какой-нибудь лючок, там ямочка, еще что-то. Коляска едет, а колесо переднее опускается в ямочку и выезжает из нее. И получается, контакт с землей не теряется. Из-за этого ощущение, как будто она просто порхает над поверхностью. В общем, ощущение от рулежки здесь классное. Плавность хода великолепная. Плюс ко всему, нам очень важно всегда, чтобы был очень большой багажник. Багажник тут просто реально огромных размеров. И что мне очень понравилось, у него жесткое дно. Вы можете сюда хоть, я не знаю, 2 арбуза 10-килограммовых засунуть. Он даже не прогнется. Обземлю вы не чиркайте при полном багажнике. В общем, загружать его можно прилично. Плюс можно вот так поднять и увеличить бортики. Сделать его поглубже. Вот. В общем, мы пользуемся и кайфуем. На самом деле, удобный очень багажник. Тормоз вот такой здесь. Нажали. И отжали. К сожалению, приходится обратной стороной обуви отжимать. Но он очень легко идет. И усилий прилагать особых не нужно. И тем самым обувь вы особо не покорябайте. Также вот в комплекте идет накидочка на ножки на прогулочный блок. Сразу скажу, накидка на ножки, она не толстая, не такая утепленная. Она просто плотная и непродуваемая. Поэтому имейте в виду. Кто-то захочет теплые, покупайте. Вот у Leo Baby есть хорошие накидки. Недорогие, теплые, не в сами. И можно будет взять. Так, что у нас в комплектации? Так, у нас, получается, будут еще идти в комплекте адаптеры для установки люльки Britex. Да, так, для установки шасси. Ну, в принципе, все. По большому счету, европейцы не любят укомплектовывать, как скажут, делать из кляски онклюзив, там вплоть до пеленальной простынки. Не, нет, такого в европейцах, американцах вы не увидите. Здесь вы купите это все отдельно. Ну, в принципе, для всего, что для жизни нужно есть. Даже девичок только нужно будет еще докинуть, и все. Ну, и рюкзак для мамы, по желанию. Нам, мы пока справляемся, нам не нужно. Вот, собственно, все, что хотел вам рассказать. Я вам рассказал, как по мне коляска огонь. Смело могу рекомендовать ее для выбора, если вы выбираете что-то премиальное для своего ребенка, очень качественное. Вот, и одну секунду, чуть не забыл. Вся коляска в катафотах, спереди на колесах катафоты, вот здесь вот, здесь на ручке. И в ночное время при свете фар вас видно очень хорошо. Просто маленькая вставка, пока не забыл. Вот. В принципе, могу смело рекомендовать. Нам зашла очень крутая колясочка. Правда, она не дешевая, но она и не дороже своих конкурентов в премиальном сегменте. Поэтому она, как все, стоит, но, на мой взгляд, дает даже, мне кажется, ощутимо больше, чем прямые конкуренты. Так, если изучить немножко их ощущения, дарит она классные. Ссылка на нее, на магазин первой коляски, я добавлю в описании. Можете там посмотреть ее титулы, награды, все миллиметры, сантиметры, граммы, килограммы. Все информация о ней точная будет в описании. Поэтому можете ознакомиться. Ну, а я, собственно, готов попрощаться с вами. Вы, если вам этот обзор был полезен, интересен, в свою очередь ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. И всего доброго. До свидания.